Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live и время создать одного из последних гибридов. Ну, точнее, у меня он... Ну, сейчас увидим, сколько у меня. По-моему, 4 где-то осталось. Это Ордантозавр, в общем-то. Вот такое вот существо. Выглядит довольно странно. Такая какая-то морда. Легендарная эта тварь. Давайте сейчас посмотрим, из кого она там состоит. Ну так, раскрасочка неплохая. Выглядит оригинально, скажем так. Похож на гибрид какой-то ящери. Димитродона и Диплодока, например. А, ну, почти так и получилось. Это у нас Аргентинич плюс Секодонтозавр. Эпический Секодонт и редкий Аргентинич, да? В общем-то, довольно-таки неплохо. Давайте сейчас прочитаем. Некоторые дрессировщики динозавров называют Ордантозавра огромной морской игуаной. Длинная шея и узкий череп этого гибридного Зауропода отлично подходят для поиска еды среди болотных трав и водорослей. Парус этого существа позволяет ему принимать в солнечные ванны и сохранять тепло, чтобы кормиться дольше других существ схожего размера. Ну, скажем так. Парус на Зауроподах штука вообще не актуальная. Чем больше существо, тем меньше его колыш от перепада температуры. И Зауропод, если он уже, знаете, один раз нагрелся, то за ночью он уже не остынет. Это точно. Это разве что он очень маленьких размеров и либо живет, не знаю, где-то в холодных очень, короче, землях. Давайте его подраконим. Блин, ну вот как бы когда... Так хочется, чтобы она развернулась, знаете, как на планшете. Ну, я понимаю, и можно развернуть с помощью программ, типа там Rotation Orientation, но качество картинки сильно падает. Он тупо растягивает, а не... Как бы нет нативной поддержки горизонтального положения как-то. Это печально. Так, 108, 4 кос... Тьфу, 4, 3 косаря жизни и 600 урон. Вот такие вот у нас показатели. Легендарное существо. Что есть? То есть, 100% попадание, да, по факту, да, снимает с цели сквозь щит и маскировку. Удар. Замедление с полтора урона на два хода, это хорошо. Сквозь щит двойной урон. Вообще шикарно, он прям у нас какой-то как демагер получается. Да-да-да, прикольно, прикольно. Мгновенная непобедимость. Опережающий удар на один ход. Без урона. И есть иммунитет. Вот это прикольно. Вот это поворот. Так, давайте сейчас мы еще проверим наших этих существ. А, он у меня аргентинец 15-го. И сикадонт у меня вообще, наверное, 20-го, 15-го. Так, тогда, наверное, стоит их взять тоже в команду. И мы пойдем... Вот, у меня еще остались какие гибриды, смотрите. Ну, вот этого парнишку, блин, создам, как только дракосрад... Э, стиги. Стиги попадутся мне. Что-то мне на карте не попадались. Вот этих вот ребят упирается все в деньги. Просто их нужно прокачать. Мне там не так уж много осталось буквально по одному уровню. Нет, ладно, соврал. Больше, чем по одному уровню. Ну, как бы, клетки есть. Прокачать я смогу, хотя не уверен. Хватит ли у меня? Ну-ка, давайте смотреть. Полторы тысячи. Ага, да черт. Не хватит мне. Ну, они, в принципе, на карте у меня попадаются. Мне нужно их наловить. Ну, это займет какое-то время. А Эрлика Спикс, что у нас тут? Точнее, вот этот. Вот этот парень я могу их создавать. Нужен тоже 20-го левела. Так, а что я с Бариониксами? Ну да, тут в Пруссе у меня Бариониксов тоже недостаточно. Эпических спинничьей у меня хватит. Их-то мало нужно. А вот Бариониксов не хватит. Не хватит. Так, ну там уже больше ста тысяч, наверное, потратили монет, да? Так, ну здесь мы тоже упрёмся, блин. Здесь мы упрёмся, да. Здесь не хватает Сигича, здесь не хватит тоже двух ребят. А вот с этим что? Так, Диплодок на 20-й левел хватит. Диплодока хватит. А вот этого гибрида зооропода, скажем так, ну тоже хватит, да? Арам, арамбургериана, арамбург... Блин, нет, там, наверное, без одной буквы R. А ну сейчас создадим и пойдём, прочитаем его правильно. Ну хватит, там, десять тысяч должно хватить. Ну смотрите, как много мы всяких гибрида уже качнули. Сто тысяч потратили, точно. Арамбургиана, да? Арамбургиана, ну мне хочется сказать, арамбургириана. Арамбургиана. Ну вот так вот, короче. То есть, вы поняли. Нет, не туда. Ну вот эти ребята у меня на подходе. В принципе, не так уж много мне не хватает, чтобы их создать. Но это займёт, конечно же, время. Так, теперь давайте мы их сейчас поменяем. Так, кого я тут только что создавал? Легендарные, легендарные. Так, вот, тебя создал. Так, где там твои доноры? 16 тысяч аддонт. Точнее, 15-й, да? Вот, Аргентинич. И Секадонтик. Или он у меня большего уровня? Так, стоять. Так, где ты, где ты, мой плоскомордый друг? Так, он эпический. Эпический, вот. Так, ну вот так вот, да? Давайте пойдём смотреть, что у нас тут есть. Да, вот это вот есть штука. Давайте вот так мы пойдём. И как раз с Брахичем столкнёмся. Это будет хорошо. Ну-ну-ну, ну-ну, ну, с него и начнём, наверное. Посмотрим, как он, он, наверное, крохотный по сравнению с Брахичем будет. А ну-ка. Ну, Брахич эпично выглядит. нет нифига не крохотный нам прилетает двойной урон мы отвечаем полтора урона и сразу же полетит наверно двойной урон так че у него перри у него есть опережающий рио болен сейчас он наверное его используют нет у нас иммунитет точно уже нас замедлить не может так тиранич тиранич давайте двойной урон мы вообще вы же выживем у него от 1 1 удар должны выдержать брони у нас фонарь блин кританул но если бы не кританул у меня там осталось пару пару хелсов давайте попробуем еще аргентин еще как он тут да чё но он должен выдержать три косаря фан кританул молодец так и бой номер два у нас будет вот такой вот вот у нас здесь есть три парня возьмем трики на всякий случай случай бывает всякий и сейчас посмотри кто у нас тут побыстрее с кого можно начать хотя не давайте начнем с него же ой 30 ратамс так но первый удар на не страшен а второй же бой с параличом так и он у нас по здоровью такой же как и мы а ее чё так медленно то чё ж так-то медленно так двойной урон сквозь броню нам сейчас будет прилетать паралич ахат точно уже не сработает чуть не забыл про это так снова замедляем его но эти удары да не очень эффективны что-то вороня что ли много берет а все 20 процентов до слабоват удар у нас просто так ну как бы страйком справляемся без проблем но не подменяется хорошо дать ну давно же обнуление идет хороший удар ну с довольно сбалансированный существо зауроподы мне все в общем то не понравились они как-то он слабые на урон а вот это парень такой хороший в принципе да ты были надо было подмениться а точнее опережающий удар надо было применить еще подживи чё-то я забыл так давайте сикодом то возьмем мы его еще не тестили так него же иммунитет правильно правильно и у него тоже появился этот снайперский удар раньше не было ухты двойной урон практически уничтожил нас ну хватает бронежь нет броня есть у нас удар был сквозь броню хух так нормалёк так ну и рекси 1600 вот так напоследок анна на рекс джен 2 редкий но давайте аргентине посмотрим на что может я перестарался двойной урон 1100 и если он крита нету на ухо на были и хе-хе-хе на открытку но я не хотел брать трики просто специального как бы ну не фартанула а так бы победили ну задача нас была не победить а проверить силушки нашего нового гибрида так но у нас есть вторая попытка ха-ха-ха давайте пойдем как раз попробуем опережающий удар нашего нового гибриде к так как там тебя зовут ордонтозавр так обычный удар так а ну-ка у него полтора урона даст сейчас будет доступный удар так хочу применить опережающий щит чтобы полтора урона не принимать надеюсь попадет так большое оглушающего здесь это был какой удар воздействие да это было полтора урона отлично так это был обычный удар но черт по джуи мы потеряли скорость вот это конечно нехорошо мы следующий удар не выдерживаем ой ну при тону молодец так сколько у нас было прошлый раз с тресератом сколько жизни осталось так ну тут нам ловить нечего получается хотя нет один удар а не двойной у него все-таки доступен не не прочитал дам что нет задержки перезарядка но без задержки ну давай так это нам не страшно но больно бьет черт ну крит нет крита двойной урон и он пробил нас таки пробил ну ладно аргентинец этого хотя бы добей ну от рекса нужно наверно все таки сразу подменяться или все таки еще раз попытаемся хотя бы один удар нанести то есть рекс сейчас будет бить один простой удар а подождите нет у него полтора урона доступно вот полтора и это больно а сейчас двойной будет лететь который я конечно хе-хе-хе-хе занерфил ну и все финита ля комедия ну вот так вот должно было быть в первый раз ребятки и еще у нас есть парочка инкубаторов так немножко драка рекса но очень мало так ну давайте еще раз на него гляне очень похоже на спинозавра из джурасик волды эволюши но именно по картинке ну и принципе черты тоже похожи только это за работа то хищник да ну такое существо скажем так вполне себе нормальный сбалансированное существо как бы не такое медлительное и слабое как зауропод но есть определенные удары очень даже неплохой не скажу что он там выделяется особо но вполне себе достойный а на этом все всем пока 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 пока